Всем привет дорогие друзья! Давненько у нас не было Arduino уроков и вот наконец-то он состоится. Сегодня у нас 12 урок и мы будем измерять влажность и температуру с помощью вот такого датчика. Многие наверное знают этот датчик, это датчик DHT11. Его и еще есть один датчик DHT22. Многие используют в проектах своих домашних метеостанций. Может и мы с вами замутим такую, посмотрим. Для урока нам как всегда понадобится плата Arduino Uno. Можете использовать конечно другую плату, breadboard, макетная платка. Датчик DHT11 можете использовать 22. Все что нужно для работы Arduino, USB кабель и батарейка питания на 9 вольт например. И несколько перемычек проводков. Все это можно купить на алиэкспрессе. Ссылки я оставлю в описании к видео. Также в описании будет ссылка вот на этот датчик. Знаете для чего он нужен? Скоро по нему тоже будет видео. Итак, как я и сказал, этот датчик измеряет температуру и относительную влажность воздуха. Насколько важна влажность в помещении? Считается, что оптимальное ее значение около 50%. Именно при такой влажности растения люди и другие животные чувствуют себя комфортно. Вообще, конечно, эти DHT датчики не отличаются высоким быстродействием и точностью. Но они вполне могут найти применение у нас в радиолюбительских проектах. Так как стоят дешево. Эти датчики состоят из емкостного датчика влажности и термистора. И еще датчик содержит в себе простенький АЦП. Для преобразования аналоговых значений влажности и температуры в цифровые. Мой датчик выполнен также на такой платке, которая имеет резистор. У вас если этот датчик просто не на платке, при подключении Arduino надо будет ставить резистор. Вполне подойдет на 5 кВм. Датчик, собственно, как и многие датчики Arduino, имеет 3 вывода. Плюс, минус и сейс сигнал, вывод данных. Давайте сравним, чем отличаются датчики DHT11 и DHT22. Ну, во-первых, 22-й будет стоить немного дороже. Питаются оба напряжением 3,5 В. Влажность 11-й определяет от 20 до 80% с точностью 5%. 22-й же от 0 до 100%. И поточнее 2-3%. Температура уже 11-й меряет от 0 до 50 градусов Цельсия. 22-й от минус 40 до 125 градусов. То есть, можете смело сувать его в кипящий чайник. И частота опроса у 11-го не более 1 Гц, то есть не более 1 раза в секунду. У 22-го не более 0,5 Гц, то есть 2 раза в секунду. Ну, и размерами, конечно, 22-й немного побольше. Давайте теперь подключать датчик Arduino. Вставляем 3 наши ножки в бредборд. И просто соединяем перемычками минусовой контакт с разъемом GND на плате Arduino Uno. Плюс соединяем с разъемом 5 В. Все по-стандартному, как в прошлых уроках. Если вы смотрели, то справитесь без труда. Второй цифровой контакт соединяем с нашим контактом управления. То есть, третьей ножкой нашего датчика. Вот и вся схема. Простая, конечно, но интересно увидеть работу датчика. Значение температуры и влажности мы, как и в прошлый раз, будем считывать с компьютера. Для этого, конечно, надо написать соответствующий скетч. Итак, для работы с этим датчиком нужно будет сначала подключить специальную библиотеку. Скачать ее вы можете по ссылке в описании. Чтобы подключить ее, заходите в вкладку скетч. Далее подключить библиотеку. И выбирайте списка нужную вам. Здесь нужная нам не видна, она внизу. Называется stdht. Нажимаем на название библиотеки. И в скетче сразу появляется такая надпись, которая говорит о том, что библиотека успешно подключена. Далее в этой строке указываем, какой тип у нас датчика. DHT11 или DHT22. Соответственно, пишем свой. Затем работаем с функцией void setup. Используем serial begin для вывода температуры и влажности на экран компьютера. Задаем второй цифровой контакт как фод и выводим напряжение 5 вольт. Далее работаем с циклом функции void loop. Выводим чтение температуры и влажности с датчиков с задержкой 2 секунды. То есть каждые 2 секунды будет обновляться информация. И далее выводим на экран значение влажности в процентах и температуру в градусах Цельсия. И нам осталось только загрузить этот скетч в нашу плату Ардуино. Итак, скетч успешно загружен. Оставляем Ардуино подключенному к компьютеру. И для вывода значения температуры и влажности на экран компьютера жмем монитор порта. Здесь выставляем 57600 бот. Иначе у вас будет какая-то дичь на экране. И вот как мы видим начали выводиться значение влажности 42% и температура 26 градусов на экран. Каждые 2 секунды как и было задумано. Поджарим немножко наш датчик зажигалкой. И как мы видим температура начала плавно увеличиваться. Что говорит о том, что наш датчик температуры термистр работает правильно. А влажность начала понемногу уменьшаться, потому что воздух мы просушили. Теперь поместим датчик в среду с большой влажностью. Например, над стаканом горячего чая, который только что закипел. И как мы видим влажность растет. В общем датчик хорош. Че-то он приуныл у меня. Пишите в комментарии какие проекты, какие виды метеостанций можно сделать на основе его. Ставьте лайк если видео вам понравилось и вам нравятся уроки по Ардуино. И подписывайтесь на канал. Здесь много чего интересного, полезного. Ну и всего такого. Ладно, всем пока.